get fun на связи полундра сегодня обсудим целую пачку горячих новостей теньков прекращает сотрудничество с кораблями в игру возвращается легендарной китаками летний ивент принесет отличный прем за ресурсы анонс новые ветки линкоров и много чего еще в том числе видео будет розыгрыш дублонов среди зрителей короче будет интересно так что жмите лайк и к новостям внимание следующая новость возможно сведет у вас олдскулы особенно осторожными необходимо быть альфа тестером мира кораблей потому рекомендую расслабиться и представить сейчас шум моря получилось ну а теперь собственно новость подходит концу один из самых долгих тестов премиум техники через практически восемь лет после релиза в обновлении 12.6 продолжится тестирование крейсера китаками которая закончится я так думаю скором релизом главная фишка корабля это его вооружение 5 четырех трубных торпедных аппаратов которые как помнит некоторые из нас делали китаками одним из самых опасных торпедных противников причем в условиях теста и не выключенного тим дамага зачастую опасного еще и для союзников но прежде чем линкароводы начнут панику позвольте озвучить пару деталей китаками стал легендарным во время теста когда большинство современных торпедных кораблей еще не вышло в релиз и возможность выпуска 20 торпед на 10 километров было шокирующей даже несмотря на то что маскировка корабля была сильно хуже китаками смог стать легендарным эх какими же молодыми и пугливыми мы когда-то были а сейчас мы суровые ветераны морского боя и справляемся с подводными лодками и новыми торпедными крейсерами которые могут кидать уже по 24 глубоководных торпеды при этом имеют отличную маскировку и дымы но мы все равно их разносим на цитадели при первом свете поэтому я думаю что новость о возвращении китаками уже не должна так сильно пугать более того анонс говорит о снижении выживаемости китаками хотя позвольте уточнить ведь это просто кума 4 уровня со всеми вытекающими последствиями куда уж живуч сниже короче предлагаю панику отставить лучше напишите в комментариях а страшно ли вам китаками сегодня как во время теста или уже совсем нет а вот игроки в чате телеги мира кораблей пугают друг друга как во времена молодости рассказывая друг другу страшилки у костра одна из страшила касается банка теньков которые якобы прекращают сотрудничество с миром кораблей а точнее прекращает поддержку карточки с кэшбэком в дублонах и поддержка банка знаете тоже спокойствие не добавляет один оператор утверждает что карты закрываются но уточняет что это касается только кредиток а дебетовые продолжают работать в штатном режиме и по ним можно будет продолжать получать бонусы а соседнем окне говорят о том что и дебетовую карту заказать уже будет нельзя да и закроют эту карту уже в июне короче не разбери их полное а на портале игры тише гладь потому рискну предположить что окончательного решения по вопросу пока что не принято хотя активность какая-то есть связи с этой ситуацией будем надеяться что в тин кофе наконец-таки разберутся этим вопросом после чего свяжутся со мной заказав интеграцию про новые карты да да более года без рекламы на ютубе даром не проходит ну а мы переходим к менее тревожным новостям ведь уже завтра начинается новая летняя акция в мире кораблей в ходе которой можно будет получить премиум крейсера на тингем к слову именно его бой вы сейчас видите на экране уникальность этого события заключается в том что крейсер можно будет приобрести не только за дублоны но и потратив определенное количество свободного опыта угля или премиум аккаунта что позволит получить корабль условно бесплатно на тингем кстати по моему мнению получился очень интересным кораблем и благодаря необычному способу распространения события скорее всего будет очень высоко оценено сообществом ну а если вы захотите узнать о на тингеме побольше то советую посмотреть мой обзорный ролик в блоге бусти где я подробно разбираю характеристики и ключевые особенности геймплея нового корабля ну а в дополнение к раннему доступу к роликам в пусть еще и проходит розыгрыш и дублонов и ящиков от контрибьюторов потому если вам требуется дополнительные игровые ресурсы то обязательно следите за этими мероприятиями а еще не забывайте ставить лайки и комментировать по лунду оставляя свои ники под видео в прошлом выпуске собравшим тысячу лайков аж 4 зрителя получат дублоны в качестве приза ну а в этом ролике посмотрим удастся ли вам повторить успех или лайков станет меньше и призов соответственно тоже ну а мы тем временем переходим к вопросу о желаниях кто-нибудь из вас мечтал увидеть в игре линкор а маги с 457 миллиметровый артиллерией если так то поздравляю ведь скором времени такой корабль станет топом и новые ветки японских линкоров но это скорее будет веточка небольшая и гордая она начнется с 8 уровня и предложит альтернативу классическим японским линкором с концепцией линейных крейсеров новые корабли будут эффективны на средних и дальних дистанциях уничтожая противника крупнокалиберными орудиями которые появятся ветки уже на девятом уровне вместе с этим и живучесть будет пониженной хотя разработчики предлагают компенсировать это улучшенной ремкой только вот вспоминая как же сильно нагата страдает от старших братьев именно из-за бронирования я очень сомневаюсь что новая ветка несмотря на крупные стволы станет такой же популярный как ямато ведь что-то мне подсказывает что новиночки тоже будут шиться в любую проекцию но при этом помню что анонс это только лишь начало долгого процесса тестирования и возможно разработчики добавят еще какие-то уникальные особенности чтобы зацепить придирчивых игроков напишите примеру в комментариях чего вам не хватает в ямато и какая бы фишка побудила бы вас прокачать альтернативную подветку японских линкоров ну а еще одна порция интереснейших новостей связано с актуальной ситуации в рядах лесты пришла нам неожиданно от издания коммерсант глава московского подразделения леста games бывший операционный директор wargaming red гаухар алдеярова поделилась информации о новом ежегодном турнире по отечественным играм создание которого поручил сам путин с одной стороны есть повод для оптимизма так как судя по всему планируется масштабное мероприятие с солидными денежными призами на которые сможем претендовать и мы ведь в программе турнира то будут и мир кораблей и мир танков и брицы только с другой стороны против увеличения сроков пенсионного возраста и пока я президент такого решения принято не будет мы же с вами то знаем как порой поручения и обещания президента со временем могут расходиться с действительностью потому я не рассчитываю на то что этот турнир будет похож на international или world cup финал с миллионами призами но какая-то активность точно будет и в пользу этого говорит еще и то что уже в мире кораблей появляются небольшие турниры чеки но с реальными денежными призами потому есть ощущение что такие турниры скоро перестанут нас удивлять и возможно даже станут на поток хотя будет совсем отлично если их объединят еще и с танками и сделать что-то совсем большое но опять же повторюсь верится в такие чудеса мне не сильно ну а если вдруг вы не хотите ждать реализации больших турниров и для того чтобы почувствовать прилив радости вам не обязательно нужны миллионы долларов а достаточно например контейнера ютландское сражение то рекомендую перейти в мой телеграм-канал там мы собираем игровые бонусы и публикуем их для своих подписчиков ссылочка на канал есть в комментариях а код на ящик там все еще работает а завершим этот новостной выпуск обновлением 12 5 вчера на портале был опубликован бюллетень разработки в котором было раскрыто больше информации о предстоящем патча и что особо приятно новые подробности подтверждают мои предположения из прошлого выпуска хотя и оставляют место для загадки которую кажется мы разгадали разработчики подтверждают появление поумневших ботов и возвращают асимметричное сражение где одна из команд кстати будет состоять именно из этих умных ботов кроме того разработчики открыто заявляют о подготовке сразу двух событий завоевание средиземноморья представляется нам виде нового квеста напоминающий недавний квест по следам инков уверен я в таком так как упоминаются события в альтернативной вселенной времен первой мировой войны что возможно даже сделает этот текстовый ивент интересным но так как я не фанат квестов от лесты так как мне там не хватает вариативности и последствий от принятого выбора я буду отмечать только лишь самое существенное в этом ивенте и в его рамках будет представлен новый эсминец ягер который станет новым королем инвизных запусков торпед на девятом уровне обгоняя по ттх югума как в невидимости так и в плотности торпедного супа но с отличием в том что рыбки европейцев будут менее разрушительны чем японские копья вторым же событием будут летние дни скорее всего это событие будет приурочено на европейском сервере ко дню независимость сша и скорее всего будет иметь там совсем другое название но вот нам на ру сервере его подают как рядовой ивент связанных с летом только вот этот рядовой ивент выглядит слишком уж глобальным сильно больше даже чем я его изначально ожидал события затрягивает сразу несколько обновлений что будет напоминать нам построение верфи подлительности а во время этого ивента игрокам будут доступны специальные боевые задачи наборы в адмиралтействе и даже боевой пропуск на эту тему особое внимание заслуживают два вида специальных временных ресурсов которые можно будет обменивать на ценные игровые награды в адмиралтействе одним из призов станет огненная вирджиния а вторым скорее всего будет новый гибридный эсминец ледяной халфорд но это не точно так как недосказанностей в этом абзаце слишком много тем не менее я все еще надеюсь на то что мои первоначальные вангования сбудутся относительно халфорда они связаны с тем что с вирджинии уж больно похоже камуфляже ну а так как они выступают в противоборствующих стилях то я и думаю что и ивент должен иметь такой подтекст ну а учитывая то что анонсировано сразу два временных ресурсах непривычных один я продолжаю думать что все таки это будет серверное противостояние с разделением сервера на команды где каждая команда будет добывать какой-то свой ресурс но есть конечно и сомнения учитывая то что вирджиния станет наградой именно набора они просто в адмиралтействе то я думаю что и возможно разработчики все-таки на такой глобальный ивент с явным ограничением возможностей призов могут и не пойти и сделают что-то средненькое похоже и на соревнования но и сделанное так чтобы мы могли принять участие в максимальном количестве событий и думаю я так потому как история последних ивентов показывает что доступность и является ключевым элементом для лесты которым они действительно очень гордятся что и стало причиной недавнего троллинга гаджинов о котором я рассказывал в недавнем видео про бунт в тундре посмотрите его если еще нет ссылочка в подсказках там же можете найти и разборы угольных и стальных кораблей они вам помогут использовать правильно сгорающий на днях купон для адмиралтейства с момента релиза видео ситуация в адмиралтействе поменялась не сильно так что думаю данные видео будут вам сегодня полезны но на этом все надеюсь видео было вам очень интересно жмите лайк и подписывайтесь на канал если это так особые слова благодарности спонсорам с бусте в особенности адмиралом константину пучкову параноику алексея емельянову дмитрию виноградову чинчаползу костику ташлыкову михаилу рубцову дэнчику иванову теме казаринову и сэляви спасибо всем за поддержку желаю вам только хороших новостей и до связи в новых видео на тв get fun пока пока